Добрый день! Меня зовут Рауфа Рахимова. Сегодня я представляю итоги недели на канале Proofy. Последняя майская неделя была жаркой во всех смыслах. 25 мая во Всероссийском центре глазной и пластической хирургии прошли обыски силами ОБЭП и ОМОН. По словам директора клиники Радика Кадырова, он не знает, в чем была причина обысков. Возможно, это как-то связано с присоединением центра к Башкирскому медуниверситету. Усиливает интригу отказ МВД давать комментарии и слухи о дружеских связях министра Деева с основателем клиники Эрнста Молдашева. За последние два года в центре прошли 34 проверки и ОМОН наведывается к ним уже в третий раз, распугивая врачей и пациентов. Медики считают инициатором силового вмешательства в работу клиники самого Молдашева, который никак не смирится с потерей влияния. Сам Молдашев считает, что МВД заинтересовалась нелегальным оборотом Алла Плантов. Еще одна версия желания американской компании приобрести результаты исследований Глазного центра. Какая бы причина ни была, смущает, что Башкирия опять попала в федеральную повестку со скандалом и опять в сфере здравоохранения. Что касается объединения знаменитого на весь мир Глазного центра с Башкирским медуниверситетом, то эта идея по нраву похожа только ректору БГМУ Валентину Павлову и его друзьям-чиновникам. В самом центре в случае объединения вроде как готовится к массовым заявлениям на увольнение. Профессиональные медики не хотят работать под началом человека, который называл ковид естественным отбором и советовал всем худеть. Он также слепо утверждал, что в аптеках хватает лекарств, когда их реально не было. Самый пик коронавируса и критиковал жителей за жалобы на медпомощь. Еще одним жарким событием стали ежедневные и точнее ежеутренние попытки активистов Шатару Ставели и улицы Конституции встретиться с Радием Хабировым. Первые добиваются очистки территории, где по СК-6 по решению Хабирова приостановил строительство высотки. Вторые требуют прекращения возведения той же команды 27-этажного дома недалеко от жилых домов. Каждый приход жильцов к зданию администрации главы РБ сопровождается вызовом полиции. В понедельник активисты чуть не ослепли от звезд на погонах прибывших силовиков. Майор, подполковник, старший лейтенант. Никто не представляется, зато снимают на спартфон всех, кто пришел и написает обращение Хабирову. Похоже, боятся собственных граждан. Во вторник к жильцам приехали представители жилстроенадзора, минстроя, мэрии. Они только отправляют всех в суд, который уже принял решение в законности стройки на Шатару Ставели. Очевидно, что разрешение конфликта лежит вне судебной плоскости. Только уважительный диалог с застройщиком поможет разрешить конфликт. Учитывая неготовность нынешней власти разговаривать с людьми, разруливать скандал, похоже, придется уже новой власти. 24 мая мы провели круглый стол. Призывали к диалогу все заинтересованные стороны. Пригласили людей, непосредственно ответственных за данную проблему. В том числе мэра УФИ Сергея Грекова, заместителя руководителя администрации главы РБ Рената Баширова, замминистра строительства и архитектуры РБ Артема Ковшова. Ожидаемо никто не пришел из них. Тем самым они показали свой незаинтересованность в мирном решении конфликта в диалоге. Спасибо поиска 6 за смелость и открытость. Их учредитель и юрист приняли участие в круглом столе и достаточно убедительно ответили на все претензии активистов. Почему такой круглый стол до сих пор не провели в море? Может понимать, что рыльца в пушку? 26 мая уфимцы массово жаловались на невыносимый запах серы в воздухе. Оказалось, причиной тому послужил пожар на мусорном полигоне в Новых Черкассах. Потушить его чрезвычайно сложно, даже если снаружи огонь исчезает, тление продолжается внутри. В связи с этим встают вопросы к эксплуатации полигона. Хочется спросить спецавтохозяйства и городские власти, до каких размеров вы рассчитываете расти эту свалку? Где альтернативное решение? Похоже, под воздействием активных солнечных лучей начали плавиться мозги у народных избранников. Депутат Госдумы от Башкирии Инга Юмашева предложила признать деструктивным контентом пропаганду радикального феминизма. Движение Child Free – сексуальное просвещение. Она считает необходимым ужесточить наказание за пропаганду этих явлений в соцсетях. Вам мало цензурой, которую вы активно внедряете в последнее время? Решили запретить всю и вся? Опыт прошлых столетий ничему не учит? Так покажите на своем примере, Инга, что вы сами не Child Free, что феминизм – это не про вас. Пока складывается обратное впечатление. Приятно, что наше расследование читает в надзорных ведомствах и после разбирается в проблеме. 24 мая мы опубликовали материал об основных тратах на строительство здания для Центра управления республикой рядом с Белым домом на Тукаева. На сегодня ЦУР обошелся примерно в 1 миллиард рублей вне бюджетных и бюджетных средств, хотя изначально говорилось лишь о половине этой суммы. Источник правительства РБ говорит, что на заливку подземных пустот придется потратить еще 1 миллиард, итого 2 миллиарда. Не дороговато ли обходится игрушка для башкирских властей? Ведь в других регионах не стали строить новые здания для ЦУРов. Они называют его социальным объектом. Более того, чтобы обойти конкурсной процедурой, его оформили как вспомогательный или пристрой. Суммы затрат, сваи, заливка огромных объемов бетона однозначно не позволяют называть здание ЦУРа некапитальным строением. После нашей публикации управление Федеральной антимонопольной службы по башкирии возбудило дело в нарушении антимонопольного законодательства в отношении двух республиканских структур и частной компании, которые участвовали в строительстве ЦУРа. Надеюсь, проверяющие будут объективны. Ну и завершение. Роснефть обделила дивидендами башкирию. Холдинг заявил об отсутствии прибыли башнефти и, как следствие, незначительных дивидендов. В итоге республика получит лишь 10 копеек на одну привилегированную акцию. По обыкновенным акциям выплат не будет вовсе. В пересчете выходит всего 628 тысяч рублей на всю республику, хотя раньше получали миллиарды. Говорят, Сечина обидела хамское отношение команды Хобирова к башнефти. Пиарщик радиофарида Ростислав Мурзагулов в интервью как-то назвал башнефть дойной коровой. С тех пор эта корова дает держателям акции все меньше и меньше молока. Будьте дальновидными, друзья. Не повторяйте ошибок людей, временно примерившими на себя кабинеты власти. Всего хорошего и до новых встреч на YouTube-канале Proofy. С вами была Рауфа Рахимова. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Так вы поможете в продвижении этого видео.